Все люди на земном шаре делятся на четыре большие группы на сегодняшний день. Первая группа — это невежественные массы или обыватели. Это люди, которые по каким-то причинам не имеют свободного времени, вынуждены зарабатывать на кусок хлеба тяжёлым трудом, и они никак не отзываются на общие идеи общечеловеческие и на какие-то духовные процессы. Их это не трогает. В первую очередь это их не трогает, потому что они ментально недостаточно высоко развиты, им неинтересны эти темы, и они вообще очень далеки. Такой вот примитивный вариант, но он очень естественный с точки зрения эволюции. Это какая-то нижняя фаза в иерархии. Таких людей достаточно много на земном шаре, и они везде в разных странах есть. Тут труженики, но очень далёкие от идеи развития. Вторая группа — это средний класс, высший и низший класс. Это средний класс, это подавляющая масса людей в каждой стране. Это люди, которые имеют устойчивые доходы, и поэтому у них чуть-чуть больше свободного времени. Доходы они получают из общества, и поэтому они очень сильно эмоционально встроены в те конфликты, которые происходят в сферах перераспределения ресурсов, денег и так далее. То есть вот эта основная масса людей, она очень бурлит эмоционально. Её очень интересуют вопросы, которые связаны с процессами, вокруг них происходящими в обществе. Экономика, идеологические конфликты, национальные конфликты. Люди эти втянуты во всё это и сильно бурлят по этому поводу. Но духовные вопросы их не интересуют. С другой стороны, они способны из-за того, что это люди образованные, они способны всё-таки присматриваться к каким-то авторитетам. И они вполне идут за авторитетами, например, за СМИ или за какими-то мыслителями историческими. Третья категория людей очень маленькая. Это мыслители. Это интеллектуальные, высокообразованные люди, которые способны воспринимать идеи из космоса и которые формируют через свой мозг эти идеи в виде идеалов и выбрасывают их в человечество. Например, пишут книги, пишут стихи, пишут музыку. Этим они влияют на все остальные предыдущие массы, которые я описывала, в том числе через СМИ. И, наконец, есть ещё одна группа людей, которая называется условно «Новая группа мировых служителей». Она очень малочисленная. Это те люди, которые внутри себя прошли внутреннюю трансформацию и которые очень сильно ориентированы на духовные процессы, на духовное искание, на искание ответов на вечные вопросы. И поэтому эта группа людей имеет контакт со своим собственным Высшим Я, со своей Душой. И часто с момента рождения. Но иногда они этот контакт формируют во время жизни уже на Земле в этом воплощении. Итак, мы бы могли сказать очень условно, что вот эта группа, новая группа мировых служителей, это «Новая раса», «Следующая раса». Потому что у них не только развита эмоциональная жизнь, ментальная жизнь, разумная жизнь, но ещё и духовная. То есть благодаря своему контакту с Высшим Я они способны через внутренний свой план связываться с иерархией света, которая постоянно передаёт план Бога вниз. Таким образом, из этих четырёх групп только новая группа мировых служителей способна воспринимать план Бога. Субтитры создавал DimaTorzok